И впервые в истории в Киеве состоится чемпионат Европы по прыжкам в воду. Местом проведения континентального первенства с 12 по 18 июня станет столичный дворец водных видов спорта Лика-арена. Накануне этого события наша съемочная группа посетила тренировку лидера сборной Украины Ильи Кваши на будущей арене чемпионата. В ожидании начала тренировки титулованного спортсмена наблюдаем за подготовкой юного поколения. Во дворце водных видов спорта прыжками в воду занимается около 400 детей. Тренерская гордость Валерия уже 4 года довольно успешно учится покорять водные глубины. Мне очень нравится прыгать с тройки трамплинов и с метра, а прыгала я уже со всех вышек. Я уже занимала третьи места, вторые. Первых еще, к сожалению, не занимала, но постараюсь. Кумир Валерии, как и большинства занимающихся здесь ребят, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Илья Кваша. Они внимательно наблюдают за его тренировками и, конечно, радуются возможности поболеть за своего любимчика на домашнем чемпионате Европы. Он хорошо тренируется. Мне кажется, он пока лучше всех прыгает из старших. У него 2,5, получается 3,5. Под себя очень хорошо выходят. Для самого Ильи, как и его коллег по сборной, выступать дома на соревнованиях такого высокого уровня – двойная ответственность. За медалями приедут сильнейшие спортсмены из 23 стран, в том числе фавориты из Германии, Италии, Великобритании и России. Стараешься об этом не думать. Ну да, конечно, оно и давит и психологически, и вообще, и психологически, и морально. То есть ты понимаешь, что, блин, а тебя же ждут хорошего выступления, тем более дома. И все же хотят, чтобы было это ярко и красиво, и ты этого хочешь. Ну то есть сейчас готовимся. Лично я постараюсь сделать максимум. На чемпионате Европы Илья Кваша будет выступать в своих коронных дисциплинах на метровом и трехметровом трамплине. И, возможно, в синхронных прыжках. Всего украинскую команду представят 12 спортсменов, 5 мужчин и 7 женщин. Вместо лидера женской сборной Юлии Прокопчук, которая готовится стать мамой, займут молодые спортсменки. Это спортсмены юношеской команды София Лыскун и Валерия Лылько и не совсем опытные Диана Шелестюк и Станислав Олиферчик. То есть из 12 спортсменов 4 спортсмена молодые, которые имена и фамилии мы еще, может быть, услышим. И я надеюсь, что услышим. Спортсмены Илья Кваша, Олег Колодий и Анна Письменская, это стопроцентно обеспечили себе место в сборной команде и на конкретных видах программы. Зал Лылько-арены рассчитан на 450 мест, поэтому организаторы установят дополнительную трибуну прямо в чаши бассейна. После недавнего таракта на Манчестер-арене особое внимание уделят безопасности. Обещают сделать соревнования максимально комфортными и удобными для гостей и участников чемпионата. Делаем целую программу культурную, для того, чтобы они могли в период между соревнованиями, отборочными и финалами ознакомиться с достопримечательностями нашей столицы. Достаточно комфортный транспорт мы отобрали. Поэтому я думаю, что комплекс всех этих мероприятий оставит особо теплые впечатления, хорошие подарки приготовили. Илья Кваша тоже с нетерпением ждет приезда европейских друзей. И уже знает, что в первую очередь покажет им в Киеве. Конечно, мы поедем в центр, на Подол, обязательно съездим на Труханов остров. Куда мы еще можем поехать? Есть тут недалеко голубые озера, это если кто-то захочет что-нибудь, такой отдыха на природе. На предыдущем чемпионате Европы в Лондоне сборная Украины заняла третье общекомандное место, добыв 8 медалей, 3 из которых золотые. А учитывая то, что дома и стены помогают, есть надежда, что этот чемпионат будет для украинцев не менее успешным. Елена Дедух, Тимофей Сорокин, UATV.